Всем привет! Я как-то выступал на конфе и запнулся, там были такие ступеньки. Я прям упал на сцене, и вот с этого начался мой доклад. Надеюсь, что в этот раз все будет получше. Но тут нет уже ступенек, поэтому большое спасибо организаторам. Да, так, а кто я такой? В общем-то, я работаю в топ-1 веб-дизайн студии Питера. Мы делаем онлайн-сервисы, веб-приложения и вот такие всякие классные штуки. Я преподаю UI-дизайн на курсах и интенсивах. У меня вообще есть телеграм-канал, потом покажу, подписывайтесь. И я организовываю мероприятия по дизайну. Одной из таких были штуки, название я сам придумал. Мы с ребятами делали, ну, в общем, занимались такой творческой штукой на самом деле. Это такие как бы художественные попытки сделать что-то интересное. Там не было никаких менторов, это просто вот такое мероприятие для души, чтобы что-то поделать, порисовать и тому подобное. И, собственно, о чем сегодня пойдет речь? Ну, я расскажу, как попасть в продукт, о том, как я это сделал. Дам несколько инсайдов на тему работы с логистикой. Ну, и чуть-чуть постараюсь пошутить. Да. Вообще есть несколько способов попасть в продукт. Я думаю, что тут же все знают, да, что такое продукт. Поднимите руку, кто не знает, что такое продукт. Офигеть. Все знают. Окей. Ну, тогда очень быстро. Устроиться в продукт, да, ну, то есть это просто прийти в компанию напрямую и сказать, я хочу у вас работать. Вот. Устроиться в агентство, это как я поступил. Ты просто устраиваешься, и тебе дают продуктовую какую-то задачу. Там меньше платят, но как бы вот. Ну, и сделать продукт самостоятельно. Да, и как бы на самом деле я попал ни тем, ни другим путем. У меня был несколько иной такой способ, очень креативный. Дело в том, что у нас в агентстве пришла такая задача, типа, нам нужен продуктовый дизайнер, а я нифига не продуктовый. Я просто веб-дизайнер, я рисовал красивые картинки, как до этого сказали. И все, это все, чем я занимался. Вот. Но человека, который принимал решение, подкупили мои усы, ну, как у меня сейчас. Надеюсь, всем видно. Да, и если, ну, как бы это первый инсайд, если вам нужно попасть в продукт, вы можете как бы просто отрастить усы. Ну, девушки не в счет. Да, и, конечно, на самом деле, когда ты попадаешь в продукт, у тебя есть определенные ожидания. Ну, и в целом, когда попадаешь на новое место работы, вот этот вот некий мандраж присутствует, как и у меня он был. Я подумал о том, что, блин, я сейчас буду напрямую работать с этими разработчиками, тестировщиками, кто это такие вообще. И у меня, конечно, в голове была такая ситуация, типа, это мужики с бородой ездят на мотоциклах, там вот это все пьют пиво в барах и просто бьют друг другу морды. Вот. А как это оказалось на деле? Это наш, как бы, дискорд. Да, это такие, как бы, прям, несколько отстраненные люди. Ну, как есть. Да, и когда ты попадаешь в продукт, особенно на отстафе, как это сделал я, то у тебя, как бы, есть два руководителя. Это, во-первых, твой менеджер в продукте, который тебе говорит, как бы, что нужно делать, ставит задачи и так далее. И есть менеджер, который у тебя в агентстве, который просто тебя продал туда или как-то так. И очень сложно получается, когда ты как-то где-то накосячил, короче, тебя пинают с двух сторон. Вот. Это очень больно бывает. И вот у меня такая ситуация случилась. Это был проект очень серьезный. То есть там прям меня продали и сказали, все-все, давай-давай, мы в тебя верим, мы тебе все купим, все, что нужно, в общем-то, делай, как бы. И я проспал. Это реакция моего непосредственного руководителя на все это дело. Вот. И я такой думаю, типа, ну, меня уволят, наверное. Вот. Но сейчас с вами немножко поиграем. Что было дальше? Первое. А. Меня сняли с проекта, замедив другим дизайнером. Б. Обязали выплатить штраф. В. Клиент выслал жалобу и меня чуть не уволили. Кто считает, что это вариант А? Поднимите руку. Один. Понятно. Кто считает, что это вариант Б? Еще один. В. Ну, так, кто-то воздержался, кажется. Г не хватает. Г не хватает. Так точно. В общем, все это неправильно, вы все ошиблись. На самом деле, я расплакался, но пообещал, что больше так не буду. Да. И я ничего не понимал на созвонах. То есть, как бы, да, я потом подключился. Мне сказали, вот, у нас есть какая-то задача, мы делаем логистику. Я думаю, чего? Кто это такие? И, да, и когда меня продукт-менеджер спрашивал, а как мы будем решать эту задачу, Женя? Ну, то есть, я такой, ну, как, мы будем делать исследования, там, да, какие-то исследования. Ну, то есть, он, как бы, он мне, я не знаю, как он вообще мне доверился. Альберт, если ты это увидишь, то я шучу. Или вру. Вот. И на тот момент, как бы, завалялось где-то 50 лишних косарей у моего руководителя. И я такой думаю, а куда вообще можно их потратить? Ну, там, оплатить квартиру, купить Жигули. Ну, в общем, он купил мне консультацию по UI UX. Это выглядело примерно так. И, как бы, конечно, я, как и все изначально, думал, что это какое-то инфо-цыганство. Типа, ну, как консультация может стоить таких денег? Ну, она действительно не может стоить таких денег, потому что там все-таки их было несколько. Но, что стоит сказать, таким вещам действительно нужно доверять, потому что, если увидите экспертность в человеке, если он это как-то доказывает, да, цифрами своими, то у него не грех поучиться. В моем случае я обрел классный опыт. То есть, это, в принципе, был человек, наверное, один из самых крутых UX-еров, которых я знал. Вот. У него высокий уровень погружения в проекты. Он мне сразу со старта прям показал, что делать, как делать, решил за меня парочку задач и вот всякое такое. И он мне сказал, что продуктовый менеджер – это и есть продуктовый дизайнер. Что для меня прям стало шокирующим моментом каким-то. Как, вообще, поднимите руку, кто считает, что это так оно и есть? Один человек. То есть, получается, никто со мной не согласен. Окей. Ну, я надеюсь, что попробую доказать все это дело. Вообще, когда я подходил к этой задаче большой такой, я про нее чуть позже расскажу. Я думал так, что я просто как бы буду делать задачи ПТЗ, иногда буду помогать с какими-то исследованиями, что это вообще такое. Вот. И буду помогать просто продукту там где-то в каких-то местах. По факту оказалось так, что где-то мне делегировали там следить за командой, где-то что-то подменять. И, короче, я по факту стал и продукт-менеджером, и продуктовым дизайнером. Ну, как бы и туда, и сюда. Вот. И вот книжки, которые он мне посоветовал прочитать. Из них я читал только одну. Но точно знаю, что они все очень крутые и клевые. Особенно первое. Спроси маму, все читали? Кто не читал? Кто опять воздержался? У нас с вами будет серьезный разговор сегодня. Да. Ну, короче, есть скрам, такая штука. Ну, когда вы ведете проект, у вас есть какая-то методология. И вот в нашем случае не было никакого человека, который отвечал за то, чтобы как-то настраивать все эти процессы. И так получилось, что наш скрам превратился в какую-то палку или пробоину в бочке. И из нас потихоньку утекало. У нас была куча проблем, связанных с этим. И, ну, как бы я их вообще тут выписал, но основной просто могу сказать, что это были миллиарды созвонов ради галочки. Ну, знаете, когда вы приходите там в 8 утра на дейли, хотя ты работаешь с 10, и ты думаешь, блин, ну и зачем я вообще выбираю стресс? Вот. И, ну, короче, все вот это вот было. Я надеюсь, все прочитали. Я дам еще пару секунд. Все это решаемо, как оказалось. И мы сделали такие штуки. Ну, во-первых, мы ставили задачи на звонок. Ну, то есть скидывают ссылку. И, конечно, все, по идее, должны зайти. Но project manager пишет, типа, о, это только для дизайнеров. Казалось бы, это прям база. Но вот, видимо, этого действительно много кто не делает. Мы передвинули дейли для того, чтобы можно было выспаться и тому подобное. Оценка задач в story point. Блин, это вообще очень круто, потому что, когда ты оцениваешь задачу в часах, у тебя, конечно же, возникают какие-то проблемы, особенно в продукте, когда тебе нужно еще исследовать, ты не понимаешь, сколько на это уйдет времени и так далее. Вот. Оценка в story point. Это ваш выход. Презентации найдем и делает дизайнер. Мы презентовали свою работу стейкхолдером, ЛПРом, всякие умные слова. Но проблема была в том, что эту презентацию делал менеджер, и она выглядела как бы, ну, так себе. Возникала куча вопросов после презентации. Мы тратили на это миллионы времени. В итоге презентацию стал делать я, и как бы все пошло как по маслу. Ну, я не хвастаюсь, просто реально так. И мы делали ретро каждую неделю. То есть после каждого спринта, по идее, в скраме вы должны подводить итоги с командой. Но вот мы решили проводить эти итоги каждую неделю, чтобы прям четче влиться, чтобы создать какую-то видимость продуктовой и эффективной команды и продавать все это дело. Вот так у нас это получилось. Да. И, собственно, к задаче. Что я вообще делал-то? Мне нужно было спроектировать кросс-платформенную. Ну, в общем, это вот прям сложно очень. Но по факту это приложение, лендинг, система, админка. В общем, работать без Wi-Fi, онлайн без регистрации и всякое такое. Очень много работы, связанных с логистикой. И вот примерно так выглядела первая итерация, когда я ничего не знал, и я просто сделал, как мне сказали. Ну, то есть я просто сделал функционал какой-то, что-то как-то раскидал, и это работа без исследований. Вот. И на самом деле в данной ситуации я понял, что если возыметь друга в сфере, то это выигранная катка сразу. Потому что в моем случае мне очень повезло. У меня был друг-экспедитор, который, ну, по факту занимается и логистикой в том числе. И он мне описал очень много кейсов взаимодействия вот с такими вот ребятами, рассказал, как общаться с водителями и так далее. Но, стоит оговориться, конечно, важно понимать четко, относится ли ваш человек к этой сфере, потому что иначе могут произойти некие проблемы. Как случилось у меня. Вот мне друг рассказал несколько кейсов. Я такой думаю, ага, ну, проверять их не надо. Просто сразу внедрю в интерфейс, всем покажу, все обрадуются. Я просто гений, но по факту, конечно, получилось не так. Поэтому проверяйте, ну, если ваш друг действительно тот, кем является, то было бы замечательно. Да, и у меня такой инсайт наступил. Интервью – это, короче, бесполезная трата денег, если вы их не умеете проводить. Тут есть небольшой мануальчик, который я как бы сам для себя вывел. Наверняка в книжках пишут поумнее, но вот опытным путем я выявил вот такие вот поинты. Ну, самым главным, наверное, тут является количество, то есть, ну, и ЦА. Если ты проводишь интервью на свою целевую аудиторию, то действительно все получается good, а если нет, ну, все получается плохо. Логично. Вот. И, ну, нужно опросить как можно больше людей. Я опрашивал человека 2-3 вначале, делал какие-то выводы, все это презентовал, а потом мы теряли миллион рублей. Ну, короче, так не надо. И тут несколько просто кейсов. Вообще, я это все, конечно, обернул. Это все мои слова, как бы это неточная копия того, как у нас были разговоры. Там, потому что было гораздо жестче, я просто не мог на конфе сделать такой слайд. Ну, там и с матами, и с всякими такими обзываниями мамы, и вот все какое подобное. Вот. Я звоню, короче, логисту, ой, я звоню водителю и говорю, там, здравствуйте, есть какой-то компании, я хочу вам там это интервью у вас взять, вообще вам скидка будет. Он говорит, да мне это вообще не надо, все, давай пока. Кто-то не отвечал, там, кто-то, ну, короче, меня не считали за своего братишку. Вот. И я понял, что нужно сделать так. Я выдумывал, ну, серьезно, это так и было, я выдумывал какую-то проблему, например, о, у меня лопнула шина. Звонил водителю и говорил, слушай, блин, вообще, отстой, у меня лопнула шина. Короче, он такой, да, у меня тоже было. Ну, то есть, каждому свой подход, к каждой целевой аудитории свой подход, и в данном случае у меня как бы получилось некую дырку проковырять в их голове, чтобы понять, как к ним подступиться. Вот. И из этого я вывел очень много прикольных фичей, фишек, которые мне помогли в дальнейшем. И в данном случае база, конечно, это понимать своего резидента, то есть, человека, которого вы интервьюируете, потому что, ну, без этого не будет никакого успеха в этом деле. Ну, и, собственно, на основе интервью, конечно, нужно сразу искать какие-то референсы, которые там есть уже в интернете, возможно, готовые приложения. Я раньше думал, что Pinterest и Dribble это история про красивые картинки, ну, и, собственно, сам им пользовался, как красивыми картинками. Но оказалось, что это вроде как не совсем так. И там действительно можно найти крутые решения, это прям кладезь. Это скрин из фигмы. Ну, комментарий я сам нарисовал. Но по факту так оно и было. То есть, я прям смотрел как бы на решения, которые сделали другие люди и такой, так, ага, можно сделать вот так, вот так. Я прям функциональные вещи подмечал, за что большое спасибо Pinterest и Dribble. Ну, и всем советую, короче, этим пользоваться, потому что, насколько я слышал, все как бы считают тоже, что это такая вещь про красивые картинки и все. И, ну, вот на слайд вернусь просто, чтобы показать. Конечно, все эти штуки, они красивые, они реально как бы годно выглядят, и в реальной жизни не всегда интерфейс способен на такие же результаты, но стоит сказать, что иногда форма важнее функции. То есть, насколько удобен твой интерфейс, настолько им приятнее пользоваться. соответственно, где-то появляется больше наглядности, но меньше удобства. И в данном случае, конкретно в моем кейсе, я понял, что форма важнее функции в каких-то, ну, каких-то экранах, например, вот тут, где на вот основном экране, который я рисовал до этого, я вам его показывал, там куча функций, например, я могу вызвать кнопку проблема, написать менеджеру и так далее. Вот. На красивеньком экране я это сделать не могу, но им пользоваться как бы удобнее за счет того, что он красивый. И в данном случае это прям помогло. Ну, как бы водители видят такие, о, такси, ну, я все понял. Вот. И вот на такие вещи, конечно, стоит тоже обращать внимание и не топить только за какие-то функциональные штуки. Ну, и любимое, это картинки. Такая вот система получилась. Я немножко поменял дизайн, потому что проект, он как бы не стоит его разглашать, но тем не менее, получилась такая штука. Это админ-система для завода задач на водителей, логистов и так далее. Ну, это приложение, которое у нас получилось. Тоже полностью показывать не буду, но вот такая вот история. Это лендинг, который я нарисовал для этих ребят. и к чему мы добились? Вообще у нас появилось очень много клиентов корпораций, то есть это большие какие-то, не знаю, пятерочка, магнит, вот такие всякие чуваки. У нас огромная выручка, 50 миллионов, ну, это довольно много. И мы участвуем в отраслевых конкурсах, то есть на данный момент мы проходим модерацию, еще что-то, но надеюсь, что что-то выиграем. И в данном случае просто хочется подвести инсайды по докладу. Вообще, в принципе, дружить и общаться неформально, это кайф, потому что как с водителями ты проводишь интервью, так и с командой. Если у вас складывается хорошее общение, значит, у вас получится и что-то более-менее годное. Интервью либо хорошее, либо никакие. Pinterest и Dribbble только что сказал. Ну и, наверное, важно, действительно, выступать в Омске супер кайф. Спасибо, что пригласили и спасибо, что послушали. Всем спасибо. Здесь есть PR-код на мой D-профайл. D-профайл – это сервис для дизайнеров, а также телеграм-канал, в котором я пишу. Как-то так. Все. Если есть вопросы, то прошу. Здравствуйте. Меня слышно, да? Да-да. Здравствуйте. Так, а можно доклад, где там человек видит, ему там скрам вставляют? Вот такой вот. Я подумал, вы скажете, а можно другой доклад? Ну, можно и другой доклад, да. Понял. Ну, как я уже сказал, у нас команда, сборная, солянка. Я вообще не знал, что такое методология. У нас не было человека, который отвечал за подобную вещь. И на самом деле, чтобы грамотно вести какие-то встречи, в принципе, команду по методологии, нужен человек, который в этом разбирается. И в нашем случае получилось так, что просто мы вычители из интернета, как этим пользоваться, но не поняли, как применить по факту. и столкнулись вот с этим пулом проблем, которые я описал на экране далее. Вот. И их как бы просто пришлось решать. Вот. Соответственно, получилось, что мы такой не до скрам, но в то же время смогли выкрутиться и вот как-то так получилось. Но в целом, да, как бы методология, конечно, она работает, если грамотно и пользоваться. Такой вывод. Еще вопросы? Да. Пожалуйста, спасибо за доклад. Было интересно. Но все-таки хотелось бы получить ответ, почему же продуктовый менеджер и продуктовый дизайнер это уже быть один и тот же человек? О, это такая сложная тема, честно говоря. Это прям, мне кажется, философская часть и дискуссия прям. Ну, я считаю так, потому что как продуктовый дизайнер, так и продуктовый менеджер это два юнита, которые должны разбираться в бизнесе прежде всего. они должны принимать ключевые решения, за которые потом отвечает вся команда, потому что в данном случае продуктовый ты разработчик или веб-разработчик, ты в любом случае, как бы, по большей части исполнитель. Вот. А продуктовый дизайнер и обычный дизайнер тоже довольно две разные вещи, потому что продуктовый дизайнер отвечает еще и за бизнес-стратегию отчасти. и тут они работают как бы в паре продукт и дизайнер. И если получается мэч, то у вас получается хороший продукт с правильными какими-то ценностями, с ответом бизнесу, с заработком денег зачастую и так далее. Если такого не происходит, то есть если вы просто в две разные дорожки идете и занимаетесь разными вещами, то возникают некие сложности. Ну, это вот я по своему опыту могу сказать так. Как я уже сказал, вопрос дискуссионный, это скорее мнение, но я думаю, что оно довольно распространенное среди дизайнеров, которые прям плодотворно этим занимаются. Надеюсь, ответил. Да, вот по очереди, видимо. Привет. Привет. Слушаюсь за доклад. У меня такой вопрос. Ты говорил про форму и функцию. Да. Ну, первое. Правильно я поняла, что форма это визуал и UI, а функция это, ну, по UX. Вот. И второе, если я правильно все поняла, вопрос из этого втекает, все-таки где найти эту грань между формой и функцией, где она пересекается, и когда, ну, в большинстве случаев правда нужно выбирать форму, чем функция. Так, окей. Спасибо за вопрос. Вообще интересная тема. Я, возможно, не оговорился. Тут, конечно, стоит сказать иногда, потому что зачастую тебе вообще не нужен дизайн в принципе. Тебе нужно просто, чтобы что-то было. Вот. И это важно учитывать. Форма в данном случае, ну, да, как бы это отчасти UI, то есть то, что мы видим, то, что можем потрогать иногда. То есть, ну, вот, допустим, вот эта кафедра. А функция это просто, которую она выполняет. В данном случае, вот я на нее оперся, там могу что-то рассказывать, на ней что-то лежит и так далее. И если бы она выглядела красиво, да, то в каком-то кейсе конкретном она была бы гораздо выгоднее, гораздо приятнее и лучше, нежели какая-то суперудобная, мягкая там кафедра. И в этом и есть как бы ответ. То есть, периодически стоит понимать, на что сделать акцент. На функцию там, где это, допустим, B2B сегмент, и где нужно просто прям решение бизнес-задачи, где не нужно ничего выдумывать, где этим будет пользоваться человек, который знает все 100-500 раз и наперед. А есть B2C, где у тебя есть пара секунд, чтобы просто привлечь внимание клиента, пользователя и так далее. И в данном случае, это B2B-B2C продукт, где очень важно, конечно, владеть и формой. Потому что водители в контексте, они ребята, которые вообще не хотели этим пользоваться. И только когда это стало выглядеть, как более-менее похожая штука на навигатор, они такие, ну ладно. Вот. То есть, примерно так. А как найти между этим всем грань? Слушай, не знаю, иногда сам не знаю на это ответы, потому что иногда форма становится функцией. Ну, как тут, например, форма продиктовала функцию, например, карту. То есть, карта – это тоже функция, но по сути это внешний вид и вот такие истории. Да. Спасибо большое. Да. Максим, веб-студии Махокани Групп. Евгений, скажи, вот как тебе удалось, когда ты проспал, по факту, когда тебя практически не уволили, когда ты расплакался, ты смог собраться и снова делать круто? Хороший вопрос. Ну, я думаю, что на меня надавили и физически, и морально. Ну, плюс у меня была мотивация заработать чуть-чуть денег хотя бы, чтобы снимать жилье, продолжать и не жить на улице. Не знаю, мне кажется, у всех случаются сложности на работе, но мы же как-то их преодолеваем. Даже не знаю, что это ответить еще. Спасибо за вопрос. Спасибо за доклад. Я хотела как раз сделать продолжение твоего вопроса. Как ты вообще справляешься с проблемами, преодолевающими трудностями? Ну, мне пока это очень сложно дается, честно говоря. Я вот только сегодня ехал в такси и думал о том, что, блин, я хочу меньше стресса. Вот. Ну, то есть, действительно, и на работе стресс есть, и где-то еще есть стресс. В принципе, везде он. И где у тебя, над тобой куча ответственности висит, ты прям вообще не можешь. У меня, допустим, из-за этого шея всегда начинает затекать, и я вообще не знаю, что с этим делать. Но я для себя так выявил просто, что можно иногда там переключаться, отдыхать. Я недавно ездил на сплав, где у меня не было телефона совсем. Я реально отдохнул. Ну, я думаю, что просто важно отдыхать, и все. Ну, все. Спасибо за вопрос тогда. Спасибо. 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 Спасибо.